Друзья, всем привет! Сегодня я на Староконюшеном переулке Дом-23. Здесь находится посольство Канады в Москве. И мы сегодня записаны на прием, на консультацию к юристам посольства для того, чтобы выяснить, какие сейчас детали, связанные с иммиграцией по программам переезда в Канаду. Ну, как вы знаете, Канада открыта для иммигрантов. Много, масса, огромное количество всяких разных программ, начиная от программ атлантических, всякие разные экспериментальные, пилотные программы иммиграции, где квалифицированные, не квалифицированные специалисты могут переехать в Канаду, получить статус, ВНЖ, ПМЖ, паспорт. Также существуют региональные программы, территориальные, например, Кибекская программа или Альберта, провинция Альберта, ну и так далее, и так далее. Существует возможность купить бизнес в Канаде. В общем, мы провели ряд тестов по Канаде в нашей группе Инстаграм, в которой, кстати, уже больше 130 тысяч. Направление показало свой спрос, людям это нужно, люди хотят переезжать в Канаду, но прежде чем оформлять личный кабинет на сайте иммиграционной службы Канады, мы рекомендуем проверить свой уровень английского языка. Для этого у нас есть эксперт, ее зовут Оксана, она у нас была уже в нашем канале в YouTube, в Instagram, вы можете ее посмотреть, с ней можно пообщаться, определить, какой у вас уровень, и от этого уже отталкиваться при выборе программы для иммиграции в Канаду. Еще раз напомню, Канада открыта для всех, программ очень много, существует огромное количество пилотных проектов, где снижается уровень вашего английского языка, то есть планка снижается до минимума для того, чтобы привлекать квалифицированные и не квалифицированные рабочие руки в страну. Много, кстати, американцев переехали в Канаду, у нас, кстати, сейчас наши представители и эксперты также поехали в Канаду, чтобы снять больше материалов. Огромная база для иммиграции, но самое главное, необходимо знать английский язык или французский, потому что в Канаде есть провинции, где говорят на французском языке. Вообще французский язык – это второй государственный язык в Канаде, и его также можно использовать. От уровня вашего языка зависит программа, по которой вы сможете иммигрировать в Канаду самостоятельно или семьей. Также в Канаде есть программы воссоединения, спонсорские семейные программы, организации бизнеса, сельском хозяйстве. Опять же, зависит от того, что требуется той или иной территории. Так, друзья, подписывайтесь на наш канал, эмигрируйте вместе с нами, получайте ценную информацию из первых рук. Удачи вам, всем всего доброго, пока!